То, что учитель – это не профессия, а призвание, Лидия Тетюнник доказывает примером всей своей жизни. Педагог с более чем 30-летним стажем, воспитала тысячи керчан и образцом в работе всегда считала своего отца, который тоже в своё время был директором школы. У нас очень слаженный, сильный коллектив. Мы много лет, у нас нет текучести кадров, мы много лет работаем все вместе, работаем на результат. У нас очень много детей, которые являются победителями предметных олимпиад. Во всех творческих конкурсах вы можете услышать имя гимназия номер один, город Керчь. Вот, наверное, поэтому нас и наградили. Я считаю, что это не моя награда. За достижение профессиональной деятельности Лидию Ивановну наградили премией Государственного совета. Других учителей, которых собралось на праздничный концерт около тысячи, также не оставили без внимания. Педагогов награждали за заслуги в работе. Радовали праздничной программой тёплыми словами и яркими перспективами. Особое внимание будем уделять образованию в нашей республике. Мы сейчас рассчитываем на очень значительные финансовые средства. Главная задача привести наше всё хозяйство в порядок, чтобы оно соответствовало всем российским нормам. В первую очередь по внутреннему содержанию, по внешнему содержанию. На это всё определены значительные средства. Повышена заработная плата учителям, как и должно быть. А вот на приёме граждан всё было не так празднично. Керчане просили помощи в оформлении инвалидности, решении квартирного вопроса, ремонте школы и других проблемах, которые они самостоятельно решить не могут. В поисках справедливости пришла на приём и Алла Зинченко. Её непростую ситуацию спикер взял под личный контроль. Я подала машину одному армяну по объявлению. Он мне пообещал, что там сами оформили, всё до числа, давал за 8. Дал мне 800 долларов, а остальные 400, да, когда мы оформили. Ну, затянулось время. А ещё меня и обокрал, навёл на меня за это полчаса, навёл на меня воров. Так меня обворовали. Украли мне 1000 долларов, 9600 денег и все золотые украшения. Сейчас я ожидаю помощи и справедливой. Несколько важных тезисов спикер озвучил и на встрече с трудовым коллективом Керченского торгового порта. Во-первых, пока будет строиться мост через пролив, нагрузку с портов намерены снять, построив дополнительные причалы для швартовки грузопассажирских судов. Но при этом даже после строительства переправы паромное сообщение сохранят. Глава совета не сомневается, что денег хватит. Федеральная программа экономического развития республики на ближайшую пятилетку предусматривает 700 миллиардов рублей. Город-герой в планах строительства процветающего Крыма занимает особое место. В бюджете будет достойное место. Будут отражены основные проблемы. Они будут закрыты. Что касается заработных плат и всех остальных форм финансирования для текущей жизни, все это будет закрыто. В этом нет никаких сомнений. Ресурсов финансов у нас достаточно. Кроме этого, мы будем распределять средства на социально-экономическое развитие. У нас два источника. Это свои собственные, которые мы будем распределять. И плюсы, и с федеральных целевых программ. Чтобы такие поездки были максимально эффективными, после 9 октября будет создана Ассоциация муниципальных образований, которая займется координацией работы по взаимодействию законодательной и исполнительной ветвей власти. Дмитрий Попов, Виктор Косов. Время новостей. Керчь. Субтитры создавал DimaTorzok